Восемь часов утра на улице Тихоокеанской между остановками Университета экономики и права и топографическим техникумом под колесами трамвая пятого маршрута погибла 75-летняя хабаровчанка. Вагон проехал над горожанкой, шансов выжить у женщины практически не было. Вагоновожатый двигался со стороны северного микрорайона в центр города. Пенсионерка шла по рельсам ему навстречу. Выйти на рельсы женщину вынудил ремонт тротуара, который идет вдоль путей. Вагоновожатый намного легче двигаться по шпалам, нежели по еще не утрамбованной гравийной подушке. При себе у женщины была сумка, в которой находилась медицинская карта. Вероятнее всего, хабаровчанка собиралась в поликлинику. 53-летний вагоновожатый, работающий на линии почти два десятилетия, прекрасно видел женщину. Мужчина дал сигнал звонком, она ушла с путей, пропуская вагон. Потом же произошло нечто невероятное. Проехав пешехода, вагоновожатый через несколько секунд обнаружил, что у трамвая перестал работать тормоз. Вагон, двигавшийся в небольшой подъем, сначала остановился, исчерпав силу инерции, а потом покатился обратно под уклон. К тому времени женщина снова вышла на рельсы и продолжила идти по колее. Движущийся на нее задом трамвая она видеть не могла, поскольку шла к нему спиной. Водитель трамвая, управляя вагоном по улице Тихоокеанской, со стороны улицы Даниловского, в сторону улицы Салтыкова-Щедрина, ввиду отказа тормозов, допустил движение вагона назад, в результате чего допустил наезд на пешехода, который двигался по трамвайным путям. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью. Вагоновожатый говорил, что когда катился назад, тоже подавал звуковой сигнал, пытаясь привлечь внимание пешехода. Это не помогло. Трамвай подмял под себя женщину и, проехав над ней, остановился на приличном расстоянии от места наезда. Была ли действительно поломка в тормозной системе вагона ЛМ, выпущенного в 2008 году, предстоит разобраться техникам. По крайней мере, в формуляре ежедневного предрейсового осмотра трамвая есть отметка о его исправности. К тому же вагон благополучно утром покинул депо и больше часа работал на линии без каких-то проблем. Кроме того, трамвай имеет не одну тормозную систему, а как минимум две, не считая возможности торможения тяговыми двигателями. С места происшествия Виталина Кондрахина, Анастасия Манина и Андрей Алферов.